Для настоящего Кыргыза колпак — это не просто атрибут одежды, а это очень важный головной убор, показывающий чистоту его характера, чистоту его души. Сегодня мы поговорим о колпаках. Белый колпак — это часть истории Кыргызов. Колпак символизирует высоту кыргызских белоснежных гор. Он, как в зеркале, отражает высоту помыслов. Чистоту души народной и его единства. Человеку, достигшему высокого положения в обществе, у кыргызов принято давать такое напутствие. Пусть белый колпак не упадет с твоей головы. Потеря белого колпака в переносном смысле означает потерю моральной чистоты, чести. Когда кыргызы отправляются на чужбину, они обязательно с собой на дорогу берут белый колпак. Это символ вершины гор Аллатоу. В знаменитом эпосе Манас кыргызский народ характеризуется как народ, носящий белый колпак, верхняя часть которого белая, как вершины гор, а основания темные, как подножия гор. В старинных документах имеется упоминание о том, что на Алтае и Енисеи появились люди в высоких белоснежных войлочных шапках. По мнению ученого-этнографа Льва Гумилева, колпак по своей форме напоминает горы, юрту и одновременно египетские пирамиды. Интересно, что только в наши дни ученые открыли, что внутри пирамиды, благодаря ее форме, замедляются процессы старения живого организма, улучшается обмен веществ, тормозится распад материи. Оригинальность и неповторимость войлочного колпака состоит еще в том, что его можно носить и зимой, и летом. Зимой он держит голову в тепле, а летом не пропускает палящие лучи солнца. Также колпак очень практичен, его можно легко сгинать, при этом он не теряет свою прежнюю форму. Каждый элемент колпака не случайен. Кисточка должна всегда находиться спереди. Она символизирует арчу, которая у кыргызов ассоциируется с вечностью. Об орнаментах, украшающей белый войлок колпака, можно рассказать сотни легенд, поскольку каждый завиток имеет свое значение и свою историю. Кыргызы дарят колпак самым близким людям. В старину колпак дарили в знак примирения и дружбы между враждующими племенами. Ак-колпак – белый колпак. Слово «ак» – белый, в кыргызском языке имеет множество переносных значений, понятных в контексте, и всегда означает что-то высокое, чистое. Например, «ак-алато» – белоснежный алато, «ак-бата» – доброе пожелание, «ак-сюю» – истинная любовь. Всевышний желает, чтобы наши мысли были такими же чистыми, как этот белоснежный колпак. На протяжении всей истории кыргызы высоко ценили этот войлочный головной бор. Так давайте же содержать в чистоте наши умы и наши сердца. «Придите, и вместе рассудим, – говорит Вечный, – пусть грехи ваши, как багрянец, убелю их, как снег. Пусть красны они, словно пурпур, они будут как шерсть». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова